Так вот, во сколько я сюда приехал? Во сколько я сегодня встал? Я сегодня встал в 5.30, для того, чтобы вам показать, как здесь варится пиво. Почему именно в 5.30? Потому что дорога до сюда, все-таки пришлось мне проехать. И мы вам покажем саму процедуру пивоварения. Вы думаете, что это легко и просто? Я не буду ничего показывать. То есть я сюда приехал примерно на 7-8 часов. То есть целый день я сегодня потрачу на то, на первичное состояние, когда пиво варится. То есть вы не думаете, что здесь все делается по-другому. Когда я задал вопрос насчет алкоголя, мне тут сказали, Леш, ты что, с дуба рухнул что ли? У нас здесь алкоголя не присутствует. Почему алкоголя не присутствует? Потому что все делается иначе, иначе. Здесь все работает по традиционной технологии пивного варенья. И вот сегодня и сейчас мы начинаем саму процедуру. Поехали? Да поехали! Вы это ждали? Вы дождались. И перед просмотром берите калькулятор и считайте. Итак, как готовится пиво? Во-первых, процедура начинается только тогда, когда будут приготовлены дрожжи. Свои, именно, пивные. В связи с тем, что объем достаточный, надо ждать. Это не просто дрожжи. Бросил и ушел. Далеко нет. И честно, дрожжей в этом сюжете вы не увидите. Это дольше, чем мой заезд. Примерно через 10 часов после начала варки пива. В смысле сусла. Которое путем естественного брожения в течение от 28 дней приготовит вам аромат. И перед тем, как начать, сумму очень большую, очень-очень большую в долларах бейте. Это очень-очень много. Мало того, интернет показал химическое пиво. Ох и гадство же это. Верхнеуральская пивоваренная компания на горе извоз гадством не занимается. Чтобы гадства не было, вот это четкий перечень работ. И вопрос о цене вот этого всего здания. Я еще раз говорю. Оно не просто немаленькая сумма. Оно космическая для среднего человека сумма. Сказывать не будем детально. Но все, все, все делается своими руками. Это руки пива варов. Но ни одно предприятие ультрацикла невозможно без идеальной воды. Потому что чистота должна быть уникальной. К слову, эти пивовары знают все тонкости от и до. Каждое чудо для приготовления пива моется своими руками. Чтобы нигде, еще раз повторяю, нигде не было даже мизерной части от предыдущего варенья. Это, наверное, единственное мною увиденное. А я смотрел и другие местечки чудо-уникальности. Вас туда не пустят. Так что чувствуйте уникальность этим видео. И это будет рядом с вами. Еще одно условие. Кое вам кажется при моем понятии российской работы вы не увидите. У нас все от и до развернулось на благо владельца. А владельцам реально насрать на клиента. Чтобы он выжрал им фиолетово с большой буквы. Здесь такого нету. Нет и все. Так вот, для мега смелых. Это про химию. 8 часов варки. 8 часов. Не для бизнеса объясняю. 8 часов не готовится ничего. Теперь для тупых. Это постоянный нагрев. Я имею ввиду нагрев. Вы понимаете стоимость или нет? И такой маленький нюанс для бизнесменов. Им же экономия нужна. Без экономии бизнеса не бывает. Вау. Лично сам видел, что на литр пива здесь. Я лично сам видел, что на литр пива вы тратите 3 или 4 литра воды. Что-то вам стало плохо? А, это же не гадский, неизвестный спирт, который вы разлили обыкновенной водой из-под крана. Для водочки, естественно. А, клево, да? Или, может быть, такую же обыкновенную водичку, я имею ввиду, из-под крана, разбавили примочкой и типа вино. Или юпи прогазировали и в продажу. Что-то сложно? Да, это настоящее пивоварение. А не ваше уродство, разлитое в шильдики обосрательные наклейки, где наклейки и бутылка стоят дороже от мороженой спиртосодержащей гадости с мерзостью химии. О, как! Клево! Как я вас унизил. Хотя вам на меня насрать. Так же, как и на всех человеков. Вам только бабки давайте. Здесь все по-другому. Или вы думаете, что здесь воду не готовят? И вы будете абсолютно неправы. Вода здесь берется с того самого источника, который здесь открыл товарищ из Германии. А так-то оно и должно было быть. Потому что сейчас объясню ситуацию. Что касаемо пивоварения, что касаемо виноварения. Ну, про самогонку мы говорить не будем. Мы говорим про продукты естественного брожения. Конечно, конечно. Давайте все-таки определимся. А что такое Россия? Что такое, допустим, южные страны? Ну, там, где, допустим, виноград растет. По самые кривые помидоры. Но если это у них растет. И еще разочек, маленький нюанс. К слову о том, про алкоголь. Да-да-да-да. Возвращаясь на круги своя. А вы, наверное, не читали. Так я вам говорю, вы почитайте, пожалуйста, Библию. Там, в принципе, все ровно написано. Мало того, вот еще и в Новом Завете сделано. Внимательно почитайте. То есть, алкоголь предназначен для неупивания, как доусирания. И не очумевания от обалдевания. Он не предназначен быть дебиложопным, чмошенным, гнидским, тварским удовольствием. Нет, 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 нет. Он работает. Работает нормально и ровно. Но, в отличие от южных стран, страны немножко севернее. А севернее России я что-то еще страны-то и не видел. Да вы не в курсе событий, да? Ну, я потом объясню. То есть, что необходимо было делать? Ну, естественно, мы не можем здесь делать вино. Естественно. Поэтому мы здесь делаем пиво. Ну, хорошее, качественное. И в том самом лучшем месте. Два этих места. Но, с моей точки зрения, мне больше нравится Верхний Уральск. Потому что мне здесь нравится, и все красиво, и ровно. То бишь, и вот здесь делается не пьяный напиток, а ароматный и вкуснейший напиток. Так вот, для того, чтобы этот ароматный и вкуснейший напиток был бы вам приготовлен, вода, она использует стандартные методы очистки. Сегодняшние, современные, красивые. Они, в принципе, ничем не изменились. Когда она начинает по ушам проезжать, я говорю, ребят, давайте все-таки определимся. Ну, мы, наверное, крутые, потому что у нас есть интернет, телевидение и все остальное. Но, как бы вам сказать, люди здесь давно жили. То есть, все то же самое, так же она готовится красиво, ровно. Что потом происходит? Происходит дробление. Это уже первый участок. Потом происходит нагрев. А потом, а потом, уже идет смесь. О, как! И никаких тут образующих аромат пива добавок нету. Просто нету. Этого не существует в Верхнеуральском пивоваренном заводе. Вы только что это все дело посмотрели. Ну, нету этого. А у всех остальных пивных заводов, что бочонки, мельницы, там, и все остальное. Понимаете, объясняю ситуацию. Там вам, там на вас реально плюют. Понимаете? На вас плюют, и все это дело вам продают. Это все может быть стоит реальные копейки. Но вам это нужно? Я считаю, что нет. Я люблю вас, магнитогорцы, и жители города Магнитогорска, а также Верхнеуральцев. Естественно. Пивоварение должно быть тайной. Я умею хранить тайны. Но небольшой нюанс. Это очень, очень, очень дорого. И очень, очень большая благодарность уникальному человеку, в теме которого много реальных вещей на благо горожан. Спасибо ему огромное. Он готовит качество. Он требует качества. И качество есть в лучшем пиве. Точнее, в лучшем достатке разнообразного пива, сделанного у истоков горы Извоз. Еще раз огромное спасибо. А для вас тема другая. Вот какая. Раз мы начали варить сусло, то куда убрать то, что далее не нужно? И в этом мы теряем процентов 20 изначально. Может меньше. Но это правило пивовара. Вам нужен чистый напиток, а не бурдемага. Он, естественно, фильтруется. Слово об аромате производства. Я знаю чувство хлеба, чувство солода, чувство хмеля, чувство ячменя. Аромат неописуемый. В этом аромате нет ничего с чувством изжоги. Это чудо из чудес. Честно, честно. Это то состояние, которое для меня, владеющего 35 работами, уникальное. А уж не будем говорить о том, что пришлось унюхать за 20 лет работ на телевидении. Так вот, если это будет, я буду делать именно пиво. Это изумительные удовольствия удовольствия в ощущениях. Это просто круто! Сейчас я немножко пройду по технологии пивоварения. Или вы думаете, что все это достаточно легко и просто вложили водичку, да, добавили туда. Нет, господа мои, тут воды просто кошмар. Потому что даже чаны, которые просто стоят, в которых пиво доделывается, что в них? Во-первых, надо понимать, что чистота именно здесь идеальная. Ребята работают, ребята показывают результат. Это тоже большое количество труда, в том числе. после того, как с этого чана все это дело убирается, все должно быть вымыто до идеальности. Вот так вот. А это, это опять же вода. То есть при работе настоящего пивоваренного завода вода не просто заливается в чан, она еще и моется. И количество той самой жидкости, которую мне говорят, вау, 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 все это денег стоит, до базара нет. Это больших денег стоит. Так здесь воды там огромное количество. То есть везде и всюду даже, как бы вам сказать, если пиво доделывается, то вы вовнутрь пролезть не сможете, потому что там углекислый газ. Да-да-да. А как углекислый газ убирается? Так же водой ровно стопка заливается. Поэтому кошмар, здесь столько много воды, потому что все работает именно для вас. Работа не говорит вам, что все делается быстро. Сегодня и сейчас мы вам покажем только первую часть, потом будет вторая часть. Я специально на машине вечером приеду, естественно, и покажу вам, потому что это реально ге-ма-рой. И не просто так все делается, господа мои. И потом, когда вы мне будете говорить, то есть, ну, денежки мы какие-то должны заплатить, так посмотрите, как это делается, а потом подумайте, что это денег стоит. А вот теперь другая часть, это работа. В данном случае без уникальности не будет ничего, совсем, потому что каждый хочет кушать аромат. Аромат и качество делаются при бдительном соблюдении общения с водой. Вода дает нам вкус, вода с помощью всех разных озвученных средств убивает гадость. Чтобы вам стало понятно, холодильниками мы не занимались до, до, до половины 70-х годов прошлого века. В 85-х холодильники были у 92-х процентов семей. Э, холодильника, люди, это я о себе в том числе. Поверьте, именно с холодильниками у нас связано то, что дает полный отстой в магазинах. То есть, удлинение сроков хранения. Клево, да, настолько клево, что мы живем полный отстой везде. Тут еще антибиотики и милое слово рах у 60-ти процентов живущих. Мы дитя прогресса и этот прогресс нас убивает. Прогресс, он в большей части бизнеса. Что возят из точки А Владивосток в точку Б Калининград на фурах, где заморозка весь цикл. Тоже отмороженное мясо. Ту же зачумелую курицу. Такую же мертвую рыбу. Это просто часть говна. Говна, которого не было в 1970 году. В эру развития лучшего государства СССР. Жизнь уже не та. Прогресс нас уничтожает. А зачем? По сути, если это вино, то смысла замораживать не существует в природе. К слову, про заморозку. Так вот, отсутствует возможность выкачать воздух, заменив его инертными газами. Этого не было в природе человечества. Это история прогресса, в котором есть возможность напоить вас пойлом. К слову, этого не было в моих любимых 90-х. Тогда было лучше. Тогда еще в 1989 году город обожал верхнеуральское пиво. Оно вернулось и стало краше. Потому что разворот в количестве пива из разных составляющих мира присутствует только здесь. Здесь нету мерзости. Здесь есть чудо. Ой-ой-ой. Так-то понятно немножко, да? Да. я немножко подспотел то. То есть мысль более интересная. Мысль более интересная, мысль глобальная. О, глобальная мысль. Понеслась душа в рай. А как вы думаете, на литр пива сколько человек выливает воды в Верхневральском пивном заводе? на литр пива выливается 3 литра воды. То есть это не просто так, это удовольствие еще то. И вы знаете, это только-только серединочка, это еще ближе к концу не появилось так. То есть это мы только начало начали. Все вымывается, все работает. А самая забавная тема в том, что мы не хотим, чтобы вы травились. Кто здесь не хочет, чтобы вы травились? Я не хочу. Специалисты не хотят, чтобы вы травились. и все вымывается до идеального состояния. К слову о том, что вы должны понимать событийность. Так вот, событийность вы можете вспомнить такую замечательную картину под названием Форрест Гамб. Хуба-буба. Какой товарищ там был? Хуба-буба. Объясняю ситуацию. Они вместе с Хуба-бубой Форрест Гамб вместе пошли куда? В армию. И помните, да? Не помните? Еще раз говорю, пересмотрите однозначно, что у них-то получилось. Да? Что у них получилось? Помните, щеточками, да? Они оттирали полы щеточками обыкновенными зубочистками. Так вот, здесь со щеточками вытирают емкости, в которых варится пиво. Это серьезное, сложное, интересное часть жизни пивовара. Вы доезжаете? Вы доезжаете? Вы доезжать должны. И я очень, я крайне сильно сомневаюсь, что вот в этих дивных заводах, где там различные агрегатные состояния, от которого вы будете в лохмотьях. Я имею в виду димедрольные типа пивовкусие, которое везде и всюду продается. Очень я сильно, 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 сильно сомневаюсь, что так оно и делается. Интересная тема, да? Очень интересная тема. Интересная еще и тем, что если я умудрился с камерой вспотеть, то как люди работают? И все это делается для чего? Для того, что вы потом не торопитесь, это только начало. Сегодняшняя процедура не будет закончена одним днем, потому что будет еще вторая процедура, когда туда добавляются дрожжи, это уже вторые, чуть-чуть попозже, то есть вы должны понимать, что если бы маршрутка, в смысле такси с Верхневральска до Магнитогорска ходила чуть позже, а не в 18-15, я бы сегодня и остался, но не получается. Поэтому следующий заход я вам продемонстрирую, как туда еще дрожжи добавляются. То есть сегодня, сейчас, вот я пока немножко отдыхаю, да, при определенной температуре, ну, градусов так, наверное, не буду говорить, зачем вам это делать, вы же не должны про это дело знать, зачем? Хотя, с другой стороны, когда вам говорят, что кто-то делает пиво, вы уже неторопливо берете того человека, который делает это пиво. Понимаете, в чем смысл сюжетов на Ютьюбе? Во-первых, вы можете посмотреть неоднократно, во-вторых, тот, кто вам типа пиво сварил, вы говорите, а ты вот так это делаешь, вот вам, пожалуйста, сюжет, если бы ты так это пиво делаешь, а не добавляешь, как бы вам сказать, у нас многочисленные конторы, которые вам дают возможность самому приготовить пиво. Вы видите, насколько это сложный процесс, это реально сложный, длительный, и многотрудность в чем заключается? в том, что к процедуре пивоварения идет еще большое количество моющих средств, то есть, пиво сварили, а потом все это дело необходимо помыть, и неоднократно, для того, чтобы следующее пиво у вас не прогоркло, не стало кислым, понимаете? Вот этим здесь занимаются. так что спросите, может быть, они могут так сделать, а если они так не делают, а если не делают, то мой вам грамотный совет, либо позвонить по вот этому телефону Диву, сейчас я его продемонстрирую, да, ну, вы должны понимать, что это сложная процедура, да, и потом уже грамотно используя метод охлаждения готового продукта, и вы можете это пиво продавать в течение, грубо говоря, месяца, если будете его держать при охлаждении в 4 градуса, либо побыстрее, тогда надо сделать так, чтобы за день все это дело ушло, и тогда вы будете людям давать возможность вкусить аромат, потому что, как бы вам сказать, люди, которые 30 лет, да даже люди, которые 40 лет, они про это дело не помнят, а я помню, и даем вам возможность, и вы должны, посмотрев дивный сюжет, потом просмотрев дополнительный сюжет, понять, что а другого качественного пива, кроме как пивоварня, сделанная в городе Верхневральске, прямо за моей спиной, нету. И то, что мы видим из разряда вложений средств многих, я переведу средств хлеборобов, средств человека ушедшего, потому что это жизнь человека нашедшего лучшую воду для пива изумительного, средств и умения пивоваров, и все это вместе собрано воедино одним магнитогорцем, и это только начало, без внедрения качественного брожения, об этом чуть позже. К слову, если будет такая возможность, то я оставлю несколько камер на весь период качественного, изумительного и естественного брожения, об этом ускорю. Это будет лучшим показанием уникальности Верхневральского пивоваренного завода, чтобы вы въехали. Процедура, а это будем считать месяц, целый месяц уйдет на то, что вы поймете качество продукта, его аромат. При отсутствии холодильника у вас будет всего несколько дней, не более пяти, потому что это качество, а не срач магазина, уж поверьте мне. А так, на протяжении примерно семи часов это дело варится. Семь часов. проходи проходи не беспокойся твоя работа это работа пивовара он ее готовит а я бы конечно бы хотел бы добавить что-то вкусное на мне не получается то есть вы должны понять сколько это пиво варится это не сегодня и сейчас это как бы вам сказать очень большая проблемка то и для того чтобы стать пивоваром это надо еще и мозги включать а мозги здесь включать очень-очень хорошо умеют то есть еще немножечко здесь будет ароматные дрожжи горечь уже сделано то есть отдельная тема не будем ничего говорить но 7 часов идет варенье пиво сегодня сейчас специально приоткрыли потому что закроем и начинает сверху выдувать вот это вот это есть настоящее варенье пиво потому что видите я бы немножко показал как туда добавляется дрожжи но у нас автобус а я приехал на автобусе скоро меня отвезет обратно следующий вариант я вам покажу как в это сваренное пиво добавляются дрожжи ну это конечно изумительный вариант и если честно если честно а давайте проверим то есть у вас есть такой дивный вариант а проверьте пожалуйста другие вопросы кто вам это дело готовит ютюбе а вдруг окажется что я круче всех но это будет для меня общее удовольствие и смысл того что и смысл того что вы должны понять где готовится лучшее пиво в мире потому что именно в мире она готовится здесь в городе верхнеуральских трасс поверьте мне еще раз все что делается в магнитогорске не может равняться с уровнем воды верхнеуральский при всем при том что магнитогорск всегда славился своей водой но она в предгорьях они в горе и поэтому город металла должен весь понимать что лучше это рядом она была всегда так так и делается да конечно мы должны понимать что труд пивоваров и место должно быть всегда и на уровне забудьте выкиньте из головы пиво любое не убиваете себя моя просьба есть в случае чего и в пятерочке не пиво а качественное вино и продукция последнего не выкупленного никем предприятие которое дает вам настоящую водку сделаны в ссср берегите себя уважаете себя цените себя есть у вас такой вариант даже есть я кто вам говорит где ароматы лучшие где качество отличное а в данном случае вы видите то что вернулась и стала краше и интереснее потому что верхнеуральский пивной завод внедрил себя полный комплекс пивоваров и самого качественного верхнеуральском виде именно верхнеуральского пиво пшеничного ячменного пиво из риги пиво из чехии из германии из британии уж поверьте мне это пиво лучшее однозначно и вы должны понять мы сейчас не заканчиваем нашу процедуру пока еще мы только сварили пиво а дрожжи туда не добавили наши проблемки проблемки с тем что у нас автобус немножко по-другому выходит то есть 18 15 у нас сюда выходит а пиво с дрожжами это будет гораздо позже ничего ничего страшного следующий вопрос я к вам приеду и покажу но чтобы вы поняли о чем идет речь да утром мы когда снимали солнце было вот оттуда а сейчас солнце вот оттуда то бишь грубо говоря я здесь сейчас я вам скажу сколько я здесь 8 часов 8 часов я занимаюсь и готовлю и показываю вам как готовят изумительное бесподобное красивейшие пиво к слову о том вы думаете о том что мне за это дело на деньги платят нет я сюда приехал за свой счет за свой счет и уеду то есть я вам это дело демонстрирую поэтому мы не будем говорить вот у нас есть такие дивные товарищи которые вау youtube денег не дает но будем плакаться дайте нам денежки во первых я этим делом никогда не занимаюсь я работаю для вас вы меня понимаете да во вторых если я это делаю для вас у вас в мозгу должно быть понятие почему я это делаю для вас почему это делаю для вас магнитогорцы гости города приезжие возможно другие товарищи вы должны понять не только мою суть вы должны понять суть того процесса который я вам сейчас объясняю лучшие самое качественное пиво поверьте мне по совокупности сортов делается только в одном единственном городе россии это верхний уральск поэтому если у вас есть большое большое желание те три точки которые вы сможете увидеть потому что youtube он бесконечен посмотрите раньше это уже я уже не помню уже уже дальше пошел материал да то есть не думайте ни о чем другом сожалению у вас то дело не получится но по приезду в город магнитогорск вы поймете что этот город магнитогорск не только город изумительной стали который мы сделали который это сделал виктор филиппович рашников это еще и город отличнейшего пиво которым сделал другой человек я тут человека знаю попробуйте а потом мы вам и никогда вам это дело продемонстрируем если он сильно-сильно захочет у меня так сильно-сильно кажется что возможно это дело и случится это дело и все